Всем привет! Мы вновь комментируем предложенные президентом поправки о применении 15% на ставке налога к дивидендам и процентам, выплачиваемых за границу. Уже после того, как мы записали предыдущий комментарий, появилось разъяснение Минфина, в котором есть две вещи. Первая – это по срокам действия, предложенных президентом поправок. Предполагается, что они будут применяться к доходам, выплачиваемым в 2021 году, в следующем году, и, соответственно, в текущем году применяться не будут. Например, к процентам и дивидендам, которые выплачиваются за 2020 год и 2021 году, они будут применяться. А если выплата происходит в 2020 году, то поправка не применяется. Это первая новость. Вторая новость, я процитирую, это то, что Минфин у нас указывает. О том, что изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Это, как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для цели применения пониженных ставок, установленных соглашением о избежании двойного налоговложения. И относится это, в первую очередь, к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций. Какой здесь у нас комментарий? С следующего года у нас вступает в силу многосторонняя конвенция, которая предусматривает так называемый тест по основной цели в качестве минимального стандарта. Этот тест как раз и призван противодействовать третьей шоппингу. То есть тем схемам, на пресечение которых направлены пожелания президента и те схемы, на которые указывает Минфин. То есть если у нас компания зарегистрирована специально для цели применения налоговых льгот в той или иной юрисдикции, то она не имеет права на применение этих льгот. То есть если этот тест не пройден, то тогда и так будет применяться ставка налога из действующего Российской Федерации при выплате. В отношении Кипра применение этого правила в текущий момент осложнено тем, что оно может применяться только к тем организациям, которые не зарегистрированы на Кипре, либо не зарегистрированы в Российской Федерации. То есть практически не применяется это правило, теста об основной цели. Но с нового года вступит в силу уже многосторонняя конвенция, и это правило будет применяться без учета этого ограничения. То есть и в отношении Кипра никаких рекомендационных поправок, кроме многосторонней конвенции, уже и не требуется с следующего года. Но поправки, скорее всего, будут сделаны, раз президент такое пожелание высказал, и мы попытаемся предсказать, какое направление могут принять эти поправки. Первое направление, самое простое, это в транзитной юрисдикции, как их называет Минфин, по ним будут автоматически, вне зависимости от того, пройден тест по основной цели или нет, применяться повышенная ставка налога, 15% с дивидендом и процентом, если юрисдикция транзитная. Это первый вариант, не очень благоприятный развитие событий. И второй вариант развития событий, это использование пожеланий президента для того, чтобы добиться применения многосторонней конвенции в том формате и в том ключе, который приняла Российская Федерация, но не принял наш иностранный партнер. В этой многосторонней конвенции предусмотрено, в частности, применение так называемого правила Limitation of Benefits. Это правило, оно тоже направлено на пресечение Третьей Шоппинской, но еще и в более жестком и формализированном ключе. Российская Федерация подписала многостороннюю конвенцию и приняла на себя обязательство применять правила Limitation of Benefits, но наши партнеры, в большинстве случаев, в том числе все транзитные юрисдикции, они никто это правило не принял. И по правилам вступления в силу многосторонней конвенции в этом случае, значит, правило у нас применяться не будет в отношениях с этими странами. Ну, так вот, видимо, хороший повод возникает у Министерства финансов или у Федеральной налоговой службы для того, чтобы обратиться в эту юрисдикцию с предложением о том, чтобы все-таки применять это правило в отношениях между нашими странами, но теперь уже не путем подписания многосторонней конвенции, а путем подписания двухстороннего, дополнения изменения в двухстороннее соглашение с этими странами, которое будет предусматривать в том числе правило об ограничении льгот. Ну, я напомню, что по этому правилу не могут претендовать на применение льгот те компании, которые учреждены, не принадлежат лицам, физическим лицам, резидентам соответствующего государства, либо которые не осуществляют активного бизнеса в этой стране. При этом под активным бизнесом у нас, под определение активного бизнеса не попадают холдинговые компании, компании, которые осуществляют только менеджерные инвестиции, компании, созданные в качестве кошелька, то есть для финансирования внутрикруповых операций. Все это у нас уходит из тех случаев, по которым будут применяться льготы по соглашениям. Вот это, то есть, второе направление событий, второе направление развития событий. Как будет на самом деле, мы узнаем достаточно скоро, месяц дан на то, чтобы выработать свои позиции по этому вопросу, я озвучу свои позиции по этому вопросу, но с учетом текущей ситуации и практики, мы можем точно предположить, что, скорее всего, уложится и в меньший срок, и новости нас ждут уже скоро. Мы о них будем вас информировать. На все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok